В почетном карауле у памятника журавли жителям Ленинского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стали воспитанники военно-патриотического клуба «Застава». По традиции на советском проезде в Видном собираются те, кто пришел в этот день возложить цветы к вечному огню. Зимой 1941 года на полях Подмосковья решалась судьба не только нашей страны, но и будущего всего человечества. Почтить память героев тех лет и высказать дань уважения одному из важнейших событий Великой Отечественной войны пришли глава Ленинского района Валерий Венцель, председатель Совета депутатов Станислав Радченко, ветераны, представители администрации, общественных организаций, жители муниципалитета. Наш дед прошел целую войну, дошел до Берлина. Вы знаете, сегодня в этот день очень важный день для всех. Сложно даже представить, насколько было тяжело нашим предкам, нашим дедам пройти через все это. Большое спасибо им всем и низкий поклон. 5 декабря 1941 года началось советское контрнаступление под Москвой, что является первым крупным успехом СССР в ходе Великой Отечественной войны. В честь этого события и празднуется День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск под Москвой отмечается с 1995 года. В этом году он является одним из мероприятий, приуроченных к подготовке празднования 75-летия Победы. Мы ведем достаточно серьезную работу к подготовке. В следующем году будет 75 лет со дня Великой Победы 1945 года. Поэтому у нас запланировал целый цикл мероприятий. Конечно же, особое внимание будет уделено нашим ветеранам уважаемым. Около 300 жителей Ленинского городского округа в этот день возложили цветы к вечному огню. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова